Куда мы едем вообще? Мама, ну беременеться! Это начало четвертого дня. Мы уезжаем из нашей турбазы и двигаемся на ГАЗе 66 по направлению к Томским стоянкам. Часть наших вещей уедет на лошадях, а мы с вами поедем на машине, а потом еще и пройдем пушечком. Вася вообще, да, красавчик такой. Мне кажется, он сбежал из Большого театра просто. Встречаем, это команда с Андреем. Чего вы жрете опять? После того, как мы загрузили наши вещи в ГАЗ-66 и сели на него, мы отправились на стоянку Три Березы. Чтобы туда попасть, нужно проехать через реку по мосту, потом подняться на перевал Кузуяк, а потом опуститься к стоянке Трех Берез. Местные жители в этом районе зарабатывают частным извозом, возят туристов на УАЗах и ГАЗах. И могу сказать, что в том районе связь уже почти не работает. Как в хорошей драме мы ехали, ехали и оказалось, что мы встали и бревном перевалило дорогу. Вся дорога от базы Высотник-1 до стоянки Трех Берез заняла у нас порядка 2-2,5 часов. Хочется отметить, что пока мы ехали, пару раз вставали в небольшую лужицу, переодолевали препятствия в виде упавшего бревна. И погода, которая проговарила. Потому что если бы пошел дождь, то дорога через перевал превратилась просто в непроходимое болото, на котором можно было бы проехать только на ГАЗе-66 с цепями. В принципе, мы в этом могли убедиться на обратном пути, когда возвращались обратно. Так, мы походу приехали. Зачем ты пошла в этот поход? Случайно. В это восхождение, вернее. Случайно? У меня есть мечта. Я хочу выполнить программу Снежный Борт в России. А белуха – это одна из вершин? Да. Входит в программу восхождение. Окей. А как ты считаешь, зачем вообще люди ходят в горы? Не все люди ходят в горы, а те, кто ходит, они любят горы. Ага, понятно. То есть причина – это любовь? Это любовь. Окей. Со стоянки трех берез, дальше мы продолжаем наш путь пешком. Взяли в руки трекинговые палки, одели рюкзаки и пошли, 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 пошли пешком. Дорога здесь очень грязная, много грязи и не пожалею, что взял с собой кроссовки. Вот это привал, а Игорь слегка подустал. Второй час подъема, прошли 8000 шагов, тропа постоянно вверх идет. Вокруг просто дремучий лес, постоянно идет набор высоты. Мы идем-идем, и эта тропа идет к Акемскому озеру. Но сегодня мы к нему не дойдем. Да, до Акемского озера мы не дошли. В этот день мы прошли порядка десяти километров вдоль самой реки. До Кельпинга три километра, час двадцать. Отлично. Но это по шагомерам обзмеет. Тем временем мы вышли к реке Акем. Вот она прямо перед вами. Она берет свое начало из Акемского озера, куда мы сейчас держим путь. Мы спустились к реке. Вот над нами камни. В общем-то это все готовая к рассыпанию штука. С учетом того, что на Алтае регулярно случаются какие-то подземные толчки, иногда такие штуки сыпятся вниз. Как настроение? Что ты думаешь по поводу того, что хочется есть? Я думаю на самом деле можно себя обмануть и в принципе попить воды и все так хорошо. Но если честно, я не хочу обмануться, я хочу забрать. Вот он долгожданный хавчик. Александр Сергеевич всех подчевал салатом. Вот этим. Так и происходят купательные процедуры. Это река Акем. Она очень холодная, кстати говоря. Температура воды на градусах 8 или 7. Сводит реально ноги вообще просто пипец. Зачем ты решил поехать в эту поездку? Меня позвал друг и я решил поехать. Идите просто. Понятно. А какие ожидания от этой поездки? Потусить. Посмотреть на природу. Мне кажется она что-то знает. Окей. Еще один вопрос. Зачем люди ходят в город? Что ими движет? Это болезнь. Передается как-то как-то передается. Поспали ночь с палаточки. Все вокруг влажное встали. Конденсат скопился. Вне спальника все реально холодное, мокрое. Как ощущения после ночевки в лесу? Сыроватенько. Сыроватенько, холодноватенько. То ли еще будет? Все хорошо. То ли еще будет? Ой, ой, ой. Тони. Как ты спишь? Тони? Как ты спишь? Очень холодно? Нет? Очень холодно? Вон там спереди, далеко впереди видна белуха. И мы ее увидели в конце четвертого дня, когда сюда немножечко прошли, посмотрели. Вон она, вон она. Тропа к Акемскому озеру пролегает мимо реки Акем, как вы уже знаете. И вот она вот по таким буеракам идет. То есть здесь зачастую приходится перебираться по камням, перелазить через бревна. Никогда бы не подумал, что восхождение будет связано вот с таким походом предварительным, достаточно долгим. Вот сейчас шли, вот Костровище, вот тоже лежит. Ну блин, ну кажется, вроде такая дикая природа, но везде видны следы присутствия человека. Я, конечно, там не какой-то зеленый, вот, но даже меня это, в общем-то, сильно напрягает, что люди тупо не могут маленький пакетик мусора убрать за собой. Ром, я полностью солидарен, это не люди, а свинья. Ну вот на пути даже такие вот переходы случались. Достаточно бурная река, и вон Роман пошел. Сейчас пойду я. Второй день пути, нам предстояло пройти порядка десяти километров до базы Высотник-2. По дороге мы преодолевали очень много различных ручьев, набирали из них воду, пили, вода безумно вкусная. Также ребята на привалах занимались лечебной физкультурой, вот, йогой разминались, делали друг другу массаж, потому что вес рюкзака был достаточно серьезный, и плечи через какое-то время просто начинали отваливаться, конечно, от этого веса. Также хочется заметить, что вокруг, пока мы шли, были отличные виды. Погода просто шикарная стояла, светило солнышко. Второй день просто был чумовой в плане погоды и атмосферы. Очень легко шлось, поэтому было очень круто и классно фотографироваться во всем этом великолепии. При этом была видна белуха. В первые дни какими словами поэтически мы все это заменяли. То есть ты бы сказал носкам, хана. Тут четвертый день, ты здесь носками, ё твою мать, ёбаный стыд. Да! Хотел сказать, что второй день идет попроще. Вчера было посложнее, и сегодня как-то полегче все-таки переносится от этого тема с рюкзаком в горах. Может быть, из-за того, что нет разных наборов высоты, но подход именно к Акему для меня лично попроще. Перед выходом на маршрут нас пугали тем, что на нем есть клещи. Однако ни одного из участников нашей экспедиции клещ не укусил, и все обошлось. Так, выходим из леса, и вот видим какие-то здесь дома. Да, это база высотника, слушай, тут табличка висит. Справа по стене он первый. А потом по леднику пойдем. Сверху. Мы не котомок такой. Но там лавинная опасность, поэтому выходить будем рано. В ночь. В ночь. Нет. В ночь и пойдем. На ледорубах. Видели в фильмах такие? Нет, я в леде я хочу. Без страховки такие. Ай, жай, жай на этом! Без страховки так называют. طс между собой оставим все что не нужно для восхождения на горы типа шорт там всяких сланцев тапок и отправимся завтра наверх начнем движение уже наверх завтра набор высоты будет порядка 1000 метров и сейчас люди поглощены сортировкой вещей упакованием своих личных рюкзаков на часах время утром 9 утра у нас выход нам нужно перейти достаточно большое расстояние с тяжелым грузом в район томских стоянок это средняя стоянка перед восхождением наверх вот так вот народ собирается у нас прямо перед выходом жека ну ты вообще скажи что тебя очень много всего сколько килограмм то есть нам сколько 14 километров сегодня пройти ну вот и отправились вышли с базы высотника время на часах начало десятого вернее нет время часах десять как 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 идет с рюкзаком 30 килограммов мы сейчас пришли собой есть погран пропуск который получаешь заранее и этот пропуск дает возможность пройти на пограничную территорию потому что все что там вот дальше начинается является частью государственной границы и просто так там оказаться в принципе нельзя только по пропускам по разрешению если вы тоже здесь без пропусков то вас вполне возможно скрутят и отправят до выяснения обстоятельств вась зачем люди в горах ходят скажи мне свое мнение и вопрос непростой для меня уже работа для тебя работа я уже это точно такое же увлечение как и любое другое не более как и горные лыжи как велосипед волейбол просто такое времяпрепровождение а чё ты ждешь сам от этого похода отношу чтобы все вернулись живем это самое главное безопасность окей так небольшое объяснение происходящему вот этот холм нам нужно по этой торопинке вот туда дальше 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 обойти подняться и зайти за него это сегодняшняя наша цель если провести прямую линию там за холмом находятся томские стоянки куда мы идем к сожалению меня нет высотометра но судя по всему мы пересекли отметку 2000 уровнем метров на уровне моря вот это часовня самая высокогорная который находится на алтай вот прошли по курубнику это было непросто это то же самое что прыгать по большим холодильникам наваленным в кучу какие ощущения после курубника этого перехода ну силы еще есть я думаю дойдем а немножко не будем скрывать как бы часовня архангела михаила является самой высокогорной часовни в россии находится на высоте 2100 метров была построена в период с 2003 по 2006 год по проекту архитектора кирилла хромова часовня была поставлена в память обо всех погибших на белухе и на алтае когда ее строили бревна привозились со всего алтая собирались в поселке тюнгур и уже потом на вертолете каркас был привезен сюда тем временем мы продолжаем наш путь наш как наша группа разбилась на четверки на пятерки но поднимаемся все выше и выше вот по таким камням туда наверх игоря начну пиздец здесь у нас царство камня тут камень и больше ничего кроме него нет но реально вы уже какой час ползем просто вот поэтому битому камню это реально сложно такому жизнь меня не готовила мы дошли до границы где уже начинается снег вот такие штуки лежат то есть как можете видеть здесь уже царство снега начинается как сказал наш гид василий еще идти дохуя но меньше чем овер дохуя вообще если честно сегодня на мой взгляд самый тяжелый физически выматывающий день за всю историю нашей экспедиции а еще хочу сказать что пока иду начинает долбить какая-то во первых хочется жрать прям вообще умном-ном я уже орешки ем и всякие снеги шоколадоньки что боюсь даже на обратный путь не хватит во вторых начинает долбить какая-то непонятная феерия вкуса это знаете когда ты начинаешь явственно ощущать вкус какого-то продукта во рту там кока-кола фрукты какие-то вот эти вот темы вот прямо по курсу эта штука называется ледопад вот это вот все выше него находится акемская стена а вот эта штука мне почему-то напоминает лицо и вон там поднимается часть нашей группы уже заходит туда наверх то есть наша задача подняться вот по этой штуке надо идти дашь говорят надо идти ты как хуёво ну вот уже вечереет а мы почти дошли до томских стоянок который вот там находится томские стоянки хуянки там блять короче мне уже похуй я буду ругаться будет матом что я так заебался блять я хочу в калининград нахуй блять на море хочу блять не велик ролики хочу на море лежать них вы ничего не делать мы блять пришли в такого ебенькова блять как назад отсюда есть этого ебенькова еще надо там штурмовать там чё-то это пиздец так но нам отвели в общем то очень симпатичное место оно ровное здесь можно разбить палатку и тут еще кто-то даже выстрел такую специальную гряду на часах у нас время почти 12 мы тут в палатке настоящее мужиковское лежбище мы короче пришли на томские стоянки прошли 70 день 17 километров чтобы был всем дежурным а еще мы с ним были дежурными мы реально все раньше все раньше всех встали позже позже всех ложимся и прошли такое расстояние что что оба да и мысли в самый сам конце так что мы сегодня были не ударили и нагрузки были дикие справились а сейчас на улице идет дождь я не знаю может быть слышно как тарабанит еще кстати здесь реально есть камнипады но мы находимся в таком месте она по центру как-то камни не долетают но мы прям грохот реально как во время бомбежки короче это конец уже не знаю какого дня